Всем привет! Сегодня я хотела бы вам показать, как сделать вот такой замечательный бантик на резиночку. Сейчас бантики на резиночке стоят довольно-таки, я вам скажу, дорого, и это можно сделать очень экономно в домашних условиях. Смотрите, вам для этого понадобится всего лишь полметра атласной ленточки, затем основа резиночка, которая стоит около 2 гривен максимум. Также вам понадобится либо зажигалка, либо спички для кончиков подпаливать. Небольшой кусочек ниточки двойной я взяла красного цвета, то есть желательно двойной. Почему? Потому что у меня ниточка тоненькая, и чтобы как бы не разлезся в общем ваш бантик. И ножнички. Итак, начнем. Берем нашу атласную ленточку и наматываем себе на ручку. Но каким образом? Смотрите, чтобы вот краешек ленточки был сзади, как бы так, немножечко дальше, чем просто посерединку. Так как у меня первый уже бантик есть, то я буду делать второй идентичный, такой же как бы для него пару. Хотите, сделайте просто один бантик. Вот, смотрите, я померяю. У меня такая длина. Вы какую хотите делать длину бантика, такую и делаете. То есть, смотрите, вы заворачиваете вот так вот ленточку в колечко. И вот этот краешек, кончик, оставляете немножечко дальше, чем посередине. И еще раз наматываете, желательно, вот этой стороной, которая блестящая, вот эта атласная, ей наверх. То есть, вот так вот. И немножечко вот вниз как бы спускаете. Просто вот как бы на друг дружку намотали и вниз вторую часть спустили. Вот так вот. Теперь у вас остался вот этот кончик. Вы его обрезаете максимально ближе к середине. Вот так вот. Он вам еще понадобится. Берете, приподнимаете верхнюю часть ленточки, вот эту вот. Подпаливаете. Вот так вот кончик закрепляете. И теперь, что мы делаем? Берем нашу иголочку с ниточкой уже заправленную. Вы заправляете, но желательно до того, как начнете делать. Или попросите кого-то, если вы уже начали делать. Теперь завязываете узелочек и ровно по серединке, вот так вот вперед иголочкой, вдеваете ниточку. Вот так вот. Легенькими-легенькими стежочками. Затем стягиваете, вот так вот. Расправляете немножечко краешки, чтобы у вас было все красивенько. Стягиваете хорошо. И несколько вот так вот раз обматываете вокруг нашей ленточки. Ниточку вот так вот. Несколько раз буквально. Раза два-три, не больше, я думаю, достаточно. И выдеваете вот так вот иголочку, как бы между вот этими ленточками, которые вы собирали. И вытягиваете. Таким образом мы закрепили наш бантик. Теперь отлаживаете этот бантик наш. И что мы сейчас будем делать? Мы вот эту часть, которая у вас подпалена, оставляете, поворачиваете той стороной, где обрезали. И меряете. Смотрите, нам нужно обрезать такой краешек, кончик такой, чтобы вот так вот, если обметнуть, вам хватило. Но не больше. То есть мне где-то нужно обрезать вот такой кусочек. Теперь, перед тем, как подпаливать второй краешек, мы загинаем. Смотрите, делаем посерединке, как бы вот такой вот заворотик. То есть наши краешки ленточки в серединке. Вот так вот. Теперь прижимая пальчиком, подпаливаете вот эти края и пальчиком вот так вот зажимаете, чтобы у вас зафиксировались обе стороны, к друг дружке прилипли. Поворачиваете другой стороной, делаете то же самое, подпаливаете еще раз краешек и к нему присоединяете вот так вот пальчиками. В общем, у вас получилась такая вот, как бы, загнутая ленточка. Теперь берем наш бантик. Выберите лицевую сторону. Но я думаю, что у вас здесь и так лицевая сторона видна. То есть там, где у вас краешек вот ленточки, можете еще раз его вот так вот подрезать. Еще короче. Я подрежу, чтобы мне просто не нравится, когда торчит вот этот краешек. Хотите, не делайте этого. Я вот обрежу этот краешек. Пусть он не слишком ровный будет, но нам это и сильно, в принципе, не мешает. И снова подпалите, закрепите его. Теперь, так как это у нас изнаночная сторона, так сказать, задняя, мы берем на лицевую сторону, выворачиваем, немножечко подправляем наш бантик и присоединяем вот этот вот, который мы опаливали кончик. Вот так вот берете на задней стороне, его вот скрепляете, соединяете. Можете попрятать вовнутрь, вот так вот загнуть краешки, чтобы они у вас не были видны. И берем иголочкой, сшиваем с задней стороны две части, вот так вот, стежочками, небольшими, такими, как бы не объемными, а так, ближе к вот этим двум краям, вот так вот, стежочками небольшими. Честно говоря, мне этот способ нравится наибольше всего. Я такие бантики делаю не только на резиночке, я делаю их, если мне нужно, на платечки, в общем, на кофточки, если мне слишком нужно такой бантик. Я никогда, честно говоря, не заморачивалась, как мне завязать бантик. Ну, то есть, я делаю вот такие вот, атласная ленточка сейчас стоит довольно-таки дешево, в принципе. Я не покупаю банты детские никакие, себе тоже не покупаю ленточки с резиночками, вот это, которые готовые. Потому что они, честно говоря, делают не на совесть, как бы, они, во-первых, разлазятся быстро, а, во-вторых, они не так красиво и качественно сделаны, как мы с вами можем это сделать. Посмотрите, какой красивый, замечательный бантик у нас получается. Теперь, поворачиваете снова нашей стороной, вот этой задней, и проденьте вот так вот несколько стежочков, как бы прикрепляя сам вот этот вот, как бы, в серединку вот эту, к самому бантику. То есть, смотрите, вы вдеваете и внутри, как бы, бантика вот так вот прижимаете, присоединяете. И так вам нужно сделать несколько стежочков, чтобы бантик и серединка вот эта не поворачивались, не проворачивались. Вот, смотрите, то есть, она у нас не двигается. Благодаря вот этим стежочкам у нас серединка на месте. Теперь, берем нашу резиночку, которая у нас, вот эта вот основка, скажем так. И я обычно, честно говоря, вот от вот этой бусинки, если она у вас есть, ровно вот так вот посерединке, либо чуть в бачок, в общем, чтобы нигде бусинка. То есть, я вот так вот никогда не пришиваю, мне не нравится, честно говоря. И теперь берем, присоединяем вот так вот посерединке нашу резиночку и начинаем вот так вот к ней пришивать. Только так, мелкими стежками и очень аккуратно. Вот так вот, постепенно, постепенно проворачивая резинку и постепенно вот так вот вы подходите к серединке бантика и пошли дальше. То есть, вот так вот пришиваете. Можно, конечно, разными способами. Я видела, как и кружочки пришивают. Тут здесь вот кружочек такой большой пришивают, как бы, ну, закрывают там и приклеивают. Ну, честно говоря, этот способ я, ну, как, сделала первый раз, и мне, честно говоря, он понравился. Довольно-таки, в принципе, все аккуратненько выглядит. Вот, посмотрите. У меня, например, здесь ничего практически не видно, кроме нескольких стежочков. Вот, теперь, вот так вот поворачиваем другой стороной и делаем то же самое. Сначала в резиночку, затем в бантик, либо наоборот. И тоже меленькими стежками к самой резиночке к основке пришиваем вот так вот бантик. Желательно это делать цветом ниточки, от которого у вас бантик. Ну, то есть, допустим, если у вас синий бантик, то делайте это синей ниточкой. Если, допустим, белый бантик, то делайте белыми ниточками. Вот у меня красный, я делаю красный. Честно говоря, я попробовала один раз черный пришить, как резиночка. Мне не понравилось. То есть, у меня на бантике черные стежки такие получились. Ну, выглядит это, честно вам скажу, не очень аккуратно. И вот сейчас мы делаем вот такие несколько стежочков. Закрепляем это хорошо. Вот. Я еще сделаю несколько стежочков для уверенности. Теперь мы берем ниточку, пускаем сквозь вот так вот резиночку один раз. И еще можете сделать так же один раз. Вот. Если у вас по бокам остались какие-то некрасивые, вот, открытые, скажем так, краешки и ленточки, тоже можете их подшить так аккуратненько. И ниточку где-то выводите там в тверденькое место и обрезаете. Поправляете бантик, расправляете края. Вот. У вас серединка может немножечко, как бы так, завернуться. Ну, хотите, расправьте ее гладенькой. И у вас получаются вот такие замечательные бантики. Я сделала парочку для того, чтобы потом, как бы, с хвостиками, с косичками одевать на волосы. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok